Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Сегодня на видео у нас забирают щеночка Чихуахуа, девочку Васаби, малышка красивого голубо-подпалого окраса. Мы решили показать, как это происходит. Малышку уже приезжали смотреть, зарезервировали, был внесен залог, и красотка уже ожидала свою новую семью. Также сегодня произошло то, чего я больше всего боюсь, когда щеночек сидит на чужих руках, я практически не дышу. И вот случилось. Щенок упал из рук. К счастью всех, падение произошло на мягкую поверхность, На видео я это специально оставляю, чтобы вы, уважаемые наши зрители, подписчики, учились на чужих ошибках. Когда вас предупреждаем, все заводчики предупреждают, держите крепко. Это не просто так. Наша порода маленькая, щеночки как пружинки, и, конечно же, может случиться непоправимое. Берегите своих щенков. Вот мы и дождались. Приехала замечательная семья. Малышку ждали. Ждали все члены семьи. Это очень видно. Все заботливые, очень много вопросов задали. Так что смотрите, наблюдайте. Ну и ставьте лайки, если видео вам понравилось. Нам будет очень приятно. А вам приятного просмотра. Вовремя сказать нельзя. Не забывайте, что ребенок, который может хулиганить, сделать что-то не то, и будет вас испытывать. Подчинять себе будет? Ну как нет, любой ребенок, мне кажется, и наш человеческий, а уж собачка-то вообще еще быстрее. Они очень-очень понимающие, что у нас было нельзя, а у вас, наверное, может быть, вдруг можно. Вот по поводу туалета. Вот прям туалет, строго пеленки. Не потеряйте вот это все, потому что направляем, ругаем, но на сегодняшний день все в идеале. Ох, мамочки! Вот, высоту начинаем брать. Смотрите, как только вот так вот куда-то запрыгнет, сами не пугайтесь, ее не пугайте, чтобы она не шмякнулась. То есть я всегда, наоборот, замираю, отхожу и все что угодно. Значит, по поводу туалета, сразу ограничение пространства. Это может быть комната, пеленки в начале, в конце, это может быть коридор, да, кухня, и что-то закрывающее. Я знаю, что всем хочется отдать все. Не надо. Заблудится, потеряется. Раз мимо, мы промокнули пеленочку, рядом положили, но если это раз, если это два, скажут, что тут, наверное, вообще везде можно ходить, и все. Да, то есть вот это сохраните, пожалуйста. А ее первое время нужно ограничивать в принципе одной комнатой? Первое время – это неделя полторы. То есть это не вот первое время, полгода-то. Да, то есть, опять же, вы чувствуете, умничка, молодец, все уже обследовала, все знает, пеленка на пять с плюсом. Конечно, можно проходить в следующую комнату. Опять первое время какую-то пеленочку ей положить, что называется страховочка, потому что выбежала в другое пространство, а где-то пеленка, да кто бы ее знал, у нее другие дела уже появились. А вот смотрите, дверь в комнате закрывать? Где она будет закрывать? Или просто барьеру вот такой поставить? Как вам удобно. Мы барьеры ставим, если есть дверь, то закрываем. Все-таки тут больше то, что вам удобно. Можно попробовать взять ее на ручки? Нужно. И я вам вас... Это мой ребеночек. Да, я вас лучше скорректирую сейчас. Вот, все показала. Это я умею. Молодец, молодец. Ну-ка сейчас посмотрим, как она будет слезать. Молодец. В этот момент не бежать, не спасать. Что я рекомендую? Сейчас мы прям покажем. Скажи, вот что-то, какую-то подушечку, какую-то страховочку. То есть если это в первый раз, вот подушки с диванов сразу снимаем, чтобы было мягко, потому что это ребенок загляделась, засмотрелась и брякнулась. Да, вот ей сейчас понравится, она будет сейчас туда-сюда ходить. Они только-только начали туда заходить. То есть вот буквально, я не знаю, дня 4-5. Пойдешь на ручки? Я, говорит, даже не знаю, сейчас подумаю. Вообще, пойдем к вам на ручки. Давай, подумай. Пойдешь? Викочка волосики взяла, говорит, дайте мне хоть на ручки. Хоть что-нибудь, такие волосики шикарные, господи. Крепко. Так, не переворачиваем. Вот. Вот так вот запах подел. Да, по анатомии. Рукой ее прижимайте, чтобы у вас левая рука была свободна вообще погладить ее, открыть дверь. Да, то есть что-то такое. Это важно. Крепко держишь рукой эту. Прижимай. Да, прижали рукой. Получается, у вас одна рука всегда свободна. Это удобно и вам. Это, смотрите, ей уже удобно в том плане, что она не висит. Она чувствует основание, а самое главное, она защищена. Как только вы ее повесили в воздухе, она летит, она переживает. Ой, как же там хорошо тобой живут. Ой, держится. Как же там хорошо. Эй, ты же красотка, да? Ты же. Очень-очень. Ой, эй. Ты что, я невкусная? Да, она будет брать всегда ртом. Она прям сразу берет и говорит, пошли ко мне. У меня так интересно. А зубы... Ты хотела про зубки спросить, Ир. Что-то не будут миляться. Они же вот сами выпадают и ничего вообще делать не надо. Что это? У мамы спрашивайте, пожалуйста, как у вас сами выпадали? Вот любой вопрос, когда возникает, всегда по отношению к себе. Все ли так просто? Нет, не все. Мы маленькая порода, челюсти маленькие. Соответственно, смотрим, примерно в 5 месяцев начинается смена зубов. Так как малыша стандартного размера, может чуть пораньше, в 4,5 начаться. Обычно это будет в 2 ряда. Не пугаемся. Но в 2 ряда это мелкие совсем. Она все-таки покрупнее. И предположим, что у нее они начнут меняться. Как бы одни выпали, другие растут. Что мы даем для зубов? Так. Вот такие вот трахейки. Видите? Любой фирмы. Любой фирмы. Самое правильное это будут некрасиво, страшно вот такого цвета. Ай, как вкусно. Любой. Есть отбитый, есть еще что-то, но вам главное не... Там есть по породам, то есть для мелких, для средних, для крупных, вот эти все. К сожалению, нам для мелкой постоянно рекомендуют нарезанную трахею. Нам не нужна нарезанная. Что такое у нас трахея? Она натуральная. В какой-то момент малыша становится взрослее и больше. Она будет состояние ее разжевать и захочет проглотить, если она нарезанная. Вот в момент проглатывания эта трахея может к ее трахеи приклеиться и уже вам ни один рентген этого не покажет. Так что я за крупную. Для кого? Для овчарки. С какого возраста им надо зубы чистить? Все как нашим детям. Вот сразу опять возвращаемся. Все как нашим детям. Молочные зубы не требуют по сути чистки, но это идет привыкание. То есть она должна привыкать к тому, что ей в рот будут лазить. Чем будете лазить? Ну что сейчас на первое время? Зубные щетки, как вы понимаете, в ее ротик вот просто не поместится. Вот я купила силиконовую такую на бачку, чтобы чистить. Если вы с ней войдете к ней в рот, то пожалуйста, как правило, это маловероятно, потому что это же за щекой вы будете. Вы же не просто рот откроете на всю и вот это вот все будет у вас как бы там. Минимально я рекомендую намотать бинтик одним слоем на палец и механически вы почистили. Зубную пасту да ради бога, сейчас для собак продают. Любую можно, да? Конечно, для собачек, потому что если она проглотит что-то, чтобы было ей для нее неплохо. Так что... У вас есть какая-то рекомендация по шампуням, бальзамам, которые... А я вам все написала, памятку по уходу до года. Да, сейчас я вам все расскажу, покажу. ой, ой, ой. Ой, ты че? Не держи мой ботинок. Че это? А почему это нельзя-то скажи? Все можно. Все постепенно можно, потому что мы не тепличные растения. Нам нужно набираться каких-то природных бактерий, чтобы вы в какой-то момент не вышли на улицу и сознание не потеряли. Сразу попу прижми руки. Вот. Вот как все правильно. Вот всего второй раз, да, вот сегодня берете, вы уже, и вы уверены. И она-то какая уверенная, совершенно вообще ничего не боится. Васадочка, да что ты такая за девочка-то? И вторая тоже. Ой, Викочка-то охотит. Я не могу. И она-то, и она-то говорит, я тоже хочу. Запуталась. Вау! Вот это ты... Вот про то, что держать вот так. Да? Поймали. Вроде на лежанку упала. Вообще на первое время всегда всем рекомендую вот на полу и вот пледы. Только представьте, если бы сейчас вы стояли в свой рост, шансов у малыша оставалось просто бы вот минимальное количество. Понятно, что скорее всего сейчас кто-то подлетел бы, что-то сделал бы, но шансы были бы вообще вообще минимальные. Поэтому всегда держим. То есть... Давайте еще разочек. То есть вот так вот. Сейчас прям на камеру уже все... Рукой, да? Рукой, да? Вот, вот так вот. Уберешься ладонью, да, и вот рожала. То есть при любом, чего бы она не хотела, у нее ничего не получится. То есть она будет прыгать, а это ее рукой. Это у нее чипы. Там татушечка. Чип у нее на холочке. А, дай. Ты, тетя. Хорошо. Ну вот смертельный номер запечатлили, чтобы вот эти ошибки никто не повторял. Еще очень тяжелая ошибка на будущее. Дома вся семья одевает, образно говоря, лыжи. Ну да, да, да. Не поднимаем ноги. К сожалению, это тоже был случай не очень хороший. То есть и ноги не поднимаем, и не перешагиваем. То есть лучше вы ее отодвинули ногой, нежели вы перешагнули она под следующей ногой, и там уже тоже безвряда. Молодец. Тибу, за мой. А как дружить с другими собаками ее? У нас просто, ну как, наши друзья, они себе купили Сибуину. Сибуину. Четыре месяца ему. Вот пять ему. Ну вот сразу, да? То есть порода крупнее. Ну да, да. Это раз. А самое главное, чтобы Сибуину не нанесла ей урон. Каким образом? Разогналась, прыгнула, прижала, села, в конце концов на нее. То есть пока все под вашим рукавом. Не, я имею в виду, они в принципе собаки пока маленькие, они друг к другу как относятся? Они замечательно относятся. У них нет агрессии изначальной природной друг к другу. Вот, хорошо бы она была бы. Ну ее, ну вот видите, какая малыша маленькая. У нас же брали у кого-то крыска. Вот просто собачки все равно. Морская свинка, ну вот она есть. Самое главное, что вот она приехала, она должна ее видеть. Не надо это все прятать куда-то, а потом вдруг она обнаружилась. То есть пускай она все это видит, наблюдает. Что называется, дети все между собой дружат. ты разговаривать умеешь. Мать и господи. Ну что, она свеча такой высоты, вот она связана нормально. Куда сама заберется, оттуда сама спрыгнет. Мать и господи. Мать и господи. Да, показывает, что нам корм размачивать не надо, как многие рекомендуют, потому что нам нужна нагрузка на зубки, даже трахейки. Впереди смена зубов, она должна уметь грызть. И когда начнется выпадение зубов, вот именно это, то, что вот в детстве заложено, оно сработает плюсом. Будет грызть, механически зубки расшатываются, механически молочка выпадает. Ну то есть ей помогать не надо в этом. Вот если вы видите молочный зуб, почему нет? Ну же шатайте, не бойтесь. Ну а как вот, даже мы же деткам, да, помогаем его расшатывать. Все постареется. Раньше горбушечку давали черного хлеба, да, чтобы была какая-то нагрузка. Обрабатывать бёсна надо чем-то, нет? Чтобы они не кровоточили, или это нормально все. Ну просто... Если очень хочется, мироместин. Наш человеческий, нужный их собачий. Мироместин – обычное средство такое вот. Ну не обязательно это. Не обязательно. Вот это игры. Вот это да. Дизайн. Будем смотреть, вспоминать. Ай, как провожали. Красавец. Вот, фото-модель. Фото-модель. Моя хорошая. А отчество какое у неё? Валентровна. Видимо так. Видимо будет. У нас в Москве свинки Жераровна. Да? Моделина Жераровна. Полное имя Валентра Стар Васаби Лоррейн. Как хотите. Какое тут отчество. Ой, пушок какой-то. Нет тебе его? Лешается, да? Нет? Нормально. Какая курточка. Ой, как всё интересно. Боже мой. Ну и что ты? Ну и как. Смотри, ты её вот так подержишь, а это и просто укрошь сверху. Ты пойдёшь домой поедешь? Ну вот. Всё. Так что пока-пока. Да? Ой, Господи, ну чтобы у вас всё было хорошо. Спасибо. Берегите, любите, не обижайте. Будьте с нами на связи, пожалуйста. Спасибо большое. Всего хорошей вам дороги. Идёй дома, да. Фото поехала малышка Васаби в новую семью. А сестричка Вики Тиана ещё в ожидании. Очень ждём самую добрую, самую лучшую семью на свете. Малышка предложена к продаже. Подробно можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка, как обычно, под видео. Спасибо вам за просмотры. Субтитры подогнал «Симон»